Кремлёвский дворец Пьесов Созданная по предложению Владимира Ильича Ленина ВЧК отметила свой 50-летний юбилей Торжественное собрание открыл первый секретарь Московского городского комитета партии Гришин В президиуме руководитель коммунистической партии и советского государства Член политбюро, секретарь ЦК КПСС Суслов Огласил приветствие Центрального комитета партии Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР Работникам советских органов государственной безопасности С большим докладом 50 лет на стражу безопасности Советской Родины выступил председатель комитета государственной безопасности в предсовете министров СССР Андропов Участники собрания направили приветственное письмо в адрес ЦК КПСС Президиума Верховного Совета СССР Совета Министров СССР Вьетнам в огне Болью и гневом отзываются в сердцах миллионов злодеяния американских агрессоров В Москве состоялось заседание Советской комиссии по расследованию преступлений американской военщины во Вьетнаме Его открыл профессор Карпес вице-президент Международной ассоциации юристов демократии Заметитель председателя исполкома Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР Макерова с глубоким волнением говорила о бесчеловечных средствах массовых убийств применяемых американскими варварами Факты кровавых злодеяний американцев привели в своих преступлениях Ле Чанг временные поверенные в делах Демократической Республики Вьетнам в СССР Ленин Фад Член комитета по разоблачению военных преступлений американских империалистов в Южном Вьетнаме Материалы из заседания будут переданы в Следственную комиссию Международной ассоциации юристов демократов В Краснознаменном зале Центрального дома Советской армии имени Фрунзе состоялось собрание представителей общественности Москвы посвященное 7-й годовщине образования Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Собрание открыло секретарь Московского городского комитета партии Дементьева В президиуме член политбюро, секретарь ЦК КПЦ Кириленко секретарь ЦК партии Пономарев руководители партийных и советских организаций Москвы вьетнамские друзья С докладом выступил заместитель председателя Советского комитета солидарности стран Азии и Африки Сафрона Со славной годовщиной поздравили героический народ Южного Вьетнама ответственный секретарь комитета советских женщин Федорова секретарь ЦК Комсомола Пастухов Данг Куанг Минь, глава постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама в СССР выразил глубокую признательность народа Южного Вьетнама за огромную помощь, которую оказывали и оказывают борющим в Вьетнаму коммунистическая партия, правительство и народ Советского Союза братские социалистические страны и прогрессивное человечество всего мира В Кремле состоялись переговоры между советскими руководителями и партийно-правительственной делегацией Социалистической Республики Румыния С советской стороны в переговорах приняли участие генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный председатель Совета Министров СССР Касидин партийные и государственные действия со стороны Социалистической Республики Румынии генеральный секретарь ЦК РКП председатель Государственного Совета Николай Чушеску председатель Совета Министров Йон Георгий Мауров и другие члены партийно-правительственной делегации Во время переговоров, проходивших в дружественной обстановке, состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим обе стороны. На Криворужском металлургическом заводе имени Ленина введена в строй самая мощная в мире домна. Объем ее печи 2700 кубических метров. Это был праздник строителей, металлургов, всех, кто участвовал в создании гиганта индустрии. Наступил радостный день, первая планка. В мощный поток отечественного металла влилась огненная река Криворужского исполина. Четыре дня каток дворца спорта в Лужниках был ареной борьбы мастеров фигурного катания. Представители шести стран. Первый приз турнира в одиночном катании завоевал студент-медик из Чехословакии Мариан Хью. В одиночном катании среди женщин первое место заняла 17-летняя венгерская школьница Джужа Алмуси. На льду молодые москвичи Ирина Роднина и Алексей Уланов. Они завоевали первый приз соревнования в парном катании. Никто из участников турнира не смог превзойти танцевальный дуэт Ирину Грешкову и Виктора Рыжкину. Московский международный турнир проходил под знаком подготовки к зимней Олимпиаде в Гренопле. В Большом театре Союза СССР выступали артисты Варшавского Большого театра оперы и балета. Деятели советской культуры и искусства сердечно приветствовали польские категории. Операкомпозитор Романюшка «Страшный двор». Это жизнерадостный, веселый спектакль. Романюшка «Страшный двор» Романюшка «Страшный двор» в Москве прошли с большим успехом.